У нас тут было пожелание, кто работает в этом учреждении, а вообще, чтобы все, кто приходится на правительство, они все-таки понимали, что это не просто желаемый за действительность, а на самом деле увидели, сколько у нас сегодня тепличных хозяйств, сколько мы производим, а сам мы производим, 32 тысячи сегодня овощей закрытого года, оставим с собой до текущего года 34 тысячи произвестей, на душу мы сделали где-то 13 килограмм, это хорошее показание. Мы на этом опять не останавливаемся, поэтому из 101 гектара техничного хозяйства, это и под стеклом, и под пленочкой, по нашему общему объему, мы перед собой задачу ставим верюк, учитывая, что рынок, который должен работать в баринном оборудовании, он еще в начале пути, и нам есть над чем работать, это первое. Второе, мы должны работать на качество и на основную политику, для нас принципиально важно, чтобы продукт был приемлем для нашего покупателя, для жителей Саратовской области, вот здесь есть над чем работать, поэтому надо работать с новыми технологиями, учитывая, что они тоже на старте, особенно, это дорогое удовольствие строить новые техничные хозяйства, вводить новые технологии, учитывая, а, это дает, прежде всего, решение вопроса, когда у нас открытый грунт, и период минимум 3 месяца, когда он 1 января, только появляется первый продукт, первый, в первую очередь, как и другой грунт, но мы здесь теряли свою продукцию и теряли своего клиента, поэтому здесь вот и было совмещение импортной продукции, вот эту часть мы тоже решаем, сегодня 2 наших, 2 наших техничных хозяйства, это и весна, и волка переходят в совершенно новую технологию, а это урожайность, и это практически круглогодичное обеспечение нашей жизни, вот такую задачу мы перед собой ставим. Первое, хочу заметить, что увеличение овощной продукции в нашей Саратовской области налицо, и, конечно же, нам хотелось, чтобы наши граждане, жители, могли пользоваться низкой по стоимости и качественным продуктом, что на сегодняшний день есть. Мы помним буквально недавно, когда всего 1 или 2 фабрики, выпускающие овощную продукцию, были у нас в Саратовской области, на сегодняшний день их около 8, Это говорит о том, что для наших аграриев в области губернатор создал условия, при котором сегодняшний аграрий пошел и увидел эту нишу незаполняемую, создавая, давая им кредиты, давая им стабильное развитие, уделяя внимание, Валерий Васильевич Радаев проехал все тепличные хозяйства нашей области, и мы сегодня на выставке увидели руководителей, которые, уже включая новые технологии, передовые технологии, мировые, готовы конкурировать. И это хорошо, что в области это получается. И хорошо то, что сегодня Валерий Васильевич Радаев ставит завышенную, повышенную планку для наших аграриев, которые аграрии стремятся. И то, что сегодня государство увеличило государственные закупки и государственную поддержку в агропромышленном комплексе, это мы тоже хорошо видим. Но без поддержки региона, губернатора, можно сказать, этого развития не было бы. Поэтому я отдельно хотел сказать Валерию Васильевичу большое спасибо его команде, министерствам, зампредам, простым нашим аграриям, которые заботятся о импортозамещении и заботятся о продовольственной безопасности нашей области. Именно из этой продовольственной безопасности складывается и продовольственная безопасность нашей страны.